Северный морской путь Северный морской путь нужен не только для внутренних потребностей государства, но и для сотрудничества с другими странами. Международное судоходство по нему было разрешено еще в начале 90-х. Однако иностранные государства начали освоение лишь спустя 15 лет, когда активно стали таять ледники. За прошлый год объем транзитных перевозок превысил 1 миллион тонн. Тихоокеанские государства используют этот путь для поставки своих грузов в европейские страны, на европейский рынок. Потому что Транссибирская магистраль, недавно был кризис, свидетелями которого мы оказались, она в какие-то пиковые моменты не справляется с потоком грузов, которые хотели бы наши партнеры поставлять на европейский рынок через территорию России. И основное преимущество для других стран при транзите, говорит Ольга, это прохождение кораблей по территории всего лишь одной страны, что значительно снижает оплату таможенных пошлин. Чтобы привлечь еще больше транзитных грузов и составить конкуренцию другому популярному каналу, Суэцкому, российские власти заинтересованы в развитии СМП. Об этом в сентябре на Восточном экономическом форуме заявил зампредседателя правительства Юрий Трутнев. Для достижения реальной конкуренции с Суэцким каналом необходимо сделать многое. Построить ледоколы, улучшить транспортную инфраструктуру, обеспечить связь, интернет, метеорологию и радиолокацию льда, создать систему спасения, построить адаптированный к арктическим условиям флот. Это, по словам зампреда, позволит увеличить суммарный грузооборот, который в прошлом году составил почти 33 миллиона тонн, до 85 миллионов уже к 2024 году. Параллельно с грузоперевозками развитие должно коснуться и северного туризма. Уже сейчас верфи ощущают значительное повышение спроса на строительство гражданских суден. Заказчик получит в этом году 20 или 21 гражданское судно. То есть, как вы видите, по количеству мы уже вдвое производим больше гражданки. В деньгах, конечно, это всего лишь 21%. Но при этом мы плавно идем по тому тренду, который планирует вывести нас к 2030 году к паритету между гражданским и военным кораблестроением. Но такая позитивная тенденция наблюдается лишь в морском кораблестроении. Флот рек, впадающих в северный морской путь, изношен. Средний возраст пассажирских суден, по данным правительства, 33 года. Туристических – 41. И обь в данном случае не исключение. Не менее серьезная проблема, помимо износа транспорта, недостаточное развитие речного туризма. В особенности говорят географы в Западной Сибири. Так круиз по Аби мог бы стартовать в Барнауле и идти минимум до Салихарда, а уже оттуда выходить в западную или восточную части Северного Ледовитого океана. Попытки создать такой маршрут предпринимались еще в советское время. Тогда по Аби курсировал теплоход по Трис-Лумумба. Раньше был маршрут Новосибирск-Салихард, то есть был речной туризм. Вот этот. И был маршрут по Енисею. Сейчас они периодически открываются и закрываются, потому что, к сожалению, речной транспорт у нас слабый. На Волге он существовал как 20 лет назад в советское время, так и сейчас существует. Про наш северный речной туризм пока только слова, что будем развивать, не будем. После того, как Патрис-Лумумба был снят с маршрута, круизное судоходство прекратилось на 20 лет. Следующий теплоход такого уровня, «Ремикс», причалил к берегам Барнаула только в 2016 году. А его маршрут был значительно короче. Новосибирск-Барнаул, камень на Аби, обрашена Завьялова, Новосибирск. Необходимо решить как раз проблему перехода судов или товаров через платье Новосибирского водохранилища. Насколько мне известно, там есть шлюзы, но крупные суда они не обслуживают. А вот туристические какие-то маршруты могли бы преодолевать с помощью этих шлюзов препятствия в виде Новосибирского водохранилища. Пока возможности преодолеть Новосибирское водохранилище нет, упор необходимо делать на развитие малого речного туризма в границах Алтайского края, считают эксперты. Наиболее перспективные направления – Биск и Камень на Аби. Это позволит сделать Барнаул не транзитным городом, а местом, где туристы, многие из которых едут в Горный Алтай и Белокуриху, будут останавливаться на несколько дней. То есть это маршруты, связанные с купанием, с охотой, с рыбалкой и со сбором дикоросов. Это ягоды и различные дикорастущие растения. Потому что у нас, если вниз по течению, что вверх по течению, огромные пространства, не освоенные. Дорог же нет у нас по бережу, только к большим деревням. То есть к Камню на Аби есть дорога, к Шолоболихе есть дорога. А между Шолоболихой и Камню на Аби уже левый берег, правый берег, все пусто. Другой вариант – круиз выходного дня по маршруту Барнаул-Новосибирск. Находясь целый день на воде, туристы смогли бы познакомиться с природой нашего края и соседнего с ним региона. Маршрут бы заканчивался в Новосибирском водохранилище на границе с городом. Поездка бы стоила дороже, чем на электричке или автобусе, считают ученые. Но при этом была бы более романтичной и увлекательной. Одна из основных причин, по которой необходимо развивать речной туризм – вклад в инфраструктуру и экономику Барнаула. Кафе, гостиницы, туристическая отрасль и малый бизнес. Эти сферы могли бы создавать новые рабочие места и зарабатывать на гостях города. При этом денежные потоки хлынули бы и в приречные деревни. У них сельское хозяйство слабо развито, а здесь у нас была бы возможность вот эту приречную часть развить. Это у них маленький бы свой, своя бы пристань была бы и обслуживание их. То есть это весь сельский туризм связанный, возможно, они бы давали ночлег, можно даже так сделать. Но главное – пропитание, экскурсионная, рыбалка. Курс на развитие пассажирского водного транспорта, в том числе и туристического, был обозначен Дмитрием Медведевым в распоряжении правительства еще в 2016 году. Для того, чтобы достичь заявленных результатов к 2030 году, государство должно было разработать меры поддержки обновления туристического флота и построить 55 новых суден. Но спустя пять лет Барнаульский речфлот не ощущает помощи. Мы слышали эту информацию только на бумаге и по телевидению. К нам никто не предлагал ничего. То есть разговоров не было на эту тему ни с кем. Мы совершенно ничего не получаем. Живем только на хозерасчеты. В скором времени может не стать и самого порта. Здание речного вокзала планируют снести для строительства жилого комплекса. Поиск места для нового причала может занять годы. Необходимо освоить берег, учесть гидрологию и рельефные особенности. В таких условиях развивать туристический бизнес будет сложно. Нужно сохранить старый или срочно строить новый причал. Иначе, считают географы, Барнаул не только не станет частью Северного морского пути. Под угрозой окажется и локальный туризм. А вместе с ним финансы недополучат казна города и приречных деревень. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком.